На дворе стоит середина осени, уже октябрь месяц, почти середина октября. По-прежнему светит солнышко, радует нас, но самое время начать готовить ваш сад к зиме. Что для этого нужно сделать? Как правило я обрезаю лилии, хосты, ирисы и все листяные цветы, растения, которые уже закончили свой период цветения. И эти шапки цветочные лучше обрезать, чтобы дать возможность корням подготовиться к зиме. Ну и когда начинаются ветра осенние, конечно же это дает большую нагрузку на растения, и не создает ему комфортных условий для подготовки себя в долгой и холодной зиме. Поэтому вот сейчас надо будет подрезать лишние ветки. Как правило вот такие вот прошлогодние тонкие ветки, они уже для цветения значения особенного не дают, только мешают. Более того, за три года куст практически должен заново обновиться. Старые ветки вырезаются постепенно, давая силу для роста молодым. Вот здесь вот я уже начал подрезать, прочистил вот этот куст, обрезал ирисы. Здесь вот немножко вымылось земли, поэтому надо будет сейчас подсыпать свежее, засыпать мал чем. И все это будет как раз уже готово к зиме. По весне останется только почистить это немножко, и сад будет готов воспрянуть с новой силой. Вот так вот подрезается практически под корень, равняются кустики. Эти однолетние цветы можно пока оставить, они все равно будут, уйдут под снег, и на следующий год их все равно придется выдергивать. Ну, хотелось бы, чтобы еще какое-то время сад порадовался цветением, какими-то растениями зелеными, травками. Поэтому что-то я оставлю под снег. Более того, даже под снегом это выглядит иногда очень-очень красиво. Многие растения еще чувствуют себя очень хорошо, как вот этот вот кустик, например, весной. Он очень жизнерадостными желтыми цветочками цветет весь-весь-весь. А осенью, видите, какие у него красивые листы становятся. Поэтому я пока его не буду подрезать, хотя вот эти вот слабые ветки лучше бы, конечно, вот так вот отрезать, для того, чтобы они новые почки дали хорошую бурную поросель, вот как здесь. От основной ветки идет хороший молодой побег, который в следующем году будет достаточно сильной веткой. Ну, а эти вот, конечно, ирисы уже не выглядят симпатично, поэтому я их спокойно и без всякого сожаления срезаю. Вот этот вот потрясающий куст травы декоративной, моя гордость. Он даже выше меня. Вот вы видите, насколько он выше. В прошлом году он был еще достаточно низким, а в этом сезоне он выпустил все свои ветки. Его я не буду трогать, он уйдет под зиму в таком виде, потому что под снегом он потрясающе красиво выглядит. Вот эти метелки, которые сейчас в лучах солнца такие прозрачные. Иногда, когда покрываются инеем, просто волшебные. Единственное, я пару вот таких метелочек, несколько таких метелочек срежу, для того, чтобы создать декоративную композицию у себя в доме. Потому что многие из растений, которые я срезаю, я даю им еще вторую жизнь и возможность украшать наше жилище. Вот это куст ромашки. Я его сейчас немножко подрежу, потому что все отсветшие бутоны я уже срезал еще летом. Давая ему возможность все больше и больше свести. Но сейчас это потрясающий куст. Я его уже рассаживаю третий год подряд, и он все снова и с новой силой превращается в огромный цветущий шар. Поэтому вот я его подрежу. Вот так вот сделаю из него зеленый кустик, и потом он будет на следующий сезон снова свести. А вот с этим растением я обычно поступаю так. Я срезаю вот эти вот отсветшие тяжелые шапки. Хоть они и красивые, но когда начинается ветер и снег выпадает, растению тяжело их держать, поэтому их лучше обрезать. Ну и с ним тоже он выглядит достаточно без них. Достаточно привлекательно. Вот, а еще есть такая вот вишенка, очень замечательная, декоративная, фушистая, которая тоже хорошо и бурно расцветает. Даже уже второй год здесь птички вьют гнезда. Я даже наблюдал, как она высиживалась из кинцов, очень было увлекательно. Но ее тоже надо подготовить к зиме, потому что такие разлапистые тонкие ветки, конечно же, не выдержат ни снега, ни мороза, поэтому придется ее немножко подстричь. Такие вот я буду просто подравнивать здесь вот эти кромочки, чтобы они не сильно вылетали, и тем самым давая силу для будущих веток, которые будут расти дальше. Тоже таким же пышным шаром. Вот эти вот отсветшие старые, однолетние цветочки тоже желательно удалить, потому что они, во-первых, портят впечатление своими опавшими листьями, ну, во-вторых, тут будут скапливаться всякие насекомые, ненужные нам, и гряк лучше заранее подготовить для того, чтобы весной здесь уже могли расти какие-то другие растения. Ну, вот, вы видите, после того, как я срезал все листья ирисов, грядка стала намного просторнее, прозрачнее, и это время можно использовать для того, чтобы проинспектировать растения, как они себя чувствуют, нет ли каких-то повреждений видимых, может быть, засыпать земли, молч, подправить грядки. Очень удобно, потому что, когда растения разросшиеся, бывает практически невозможно добраться до них, поэтому осеннее время именно для этого можно использовать. Кроме того, свежая молча позволит лучше сохраниться перешкам, которые будут укрыты от морозов надвигающейся зимы. Перед тем, как засыпать, ну, молча, желательно, даже необходимо прорыхлить почву, потому что тем самым это даёт возможность дышать кислородом, это необходимое условие, это лишний раз даёт возможность избавиться от сорняков, и это делает почву более рыхлой, потому что когда она перемешивается с молча, она не так слёживается и даёт возможность корешкам спокойно находить себе дорогу. Вот эти вот хосты я первоначально оставил, не стал подрезать, чтобы ещё немножко порадоваться зелени, но они начали активно желтеть, поэтому сейчас я без сожаления их срезаю. так же, как и вот и лилии, ну, и всё, что слишком травяное, оно уже совсем уснуло, и можно его спокойно подрезать. Ну, и последнее, что я рекомендую сделать, это вот укутать вот эти вот туи или сидры либо мешковиной, либо достаточно их просто связать по периметру шпагатом или какой-то верёвкой, чтобы обильно выпавший снег не разломил их, потому что они состоят из нескольких веток. Ну, во всяком случае, вот эти две туи, два кедра, сидра возле дома очень хорошо себя чувствовали, а вот эта вот немножко пострадала, потому что она на открытом пространстве, и вы видите, здесь её немножко морозом повредило, поэтому желательно всё-таки укутывать их мешковиной для того, чтобы предотвращать от прямого воздействия мороза. Ну, а эти должны выжечь самостоятельно. Хотя, кто знает, что нас ждёт впереди, и что день грядущий нам готовит, особенно зима, потому что предыдущая зима, если вы помните, была самая холодная за последние 150 лет. Так что надо быть готовым ко всему. Ну, вот вы видите, все подготовки произведены. В общем-то, я люблю свой сад в любое время года, но в осенью он приобретает особое очарование, такое грустное, спокойное, умиротворённое состояние, когда вся трава срезана, кусты подстрижены, всё становится прозрачным, чистым, и сразу чувствуется, что несмотря на буйство красок оставшихся растений, природа потихоньку готовится ко сну. И нужно помочь растениям правильно это сделать, поэтому важно всё сделать своевременно. Ну, если вам не хочется этого делать, можете просто позвонить мне, и я сделаю это с удовольствием за вас. А можете вообще не заморачиваться, и просто позволить всему уйти под снег, и тогда звоните весной, и я приведу ваш участок в порядок после зимней спячки, и подготовлю ваш сад к буйному цветению в следующем сезоне. Такой сервис тоже есть в перечне моих услуг. Ну, а пока до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok